Мы все вместе, наше министерство, и национальная полиция, и национальная гвардия, и департамент с надзвичайных ситуаций отвечает от безопасности наших людей. Я хотел бы, чтобы это было главной и основной идеей всех нас. Я думаю, что нами будет проводиться работа, есть понимание с руководителями национальной полиции. Это четкая организация взаимодействия наших руководителей, главная полиция на территории, командиров национальной гвардии на территории. Это первый серьезный вызов для национальной полиции, который был создан 7 ноября, чтобы ответить на все вызовы, которые будут на Пасху, на годовщину Чернобыля сейчас, который идет, и на майские праздники, особенно, как Антон вставал в Одессу. И я надеюсь, что с вашей помощью и серьезным взаимодействием мы будем справляться с этими вызовами. Но в первую очередь должна сказать, что ни в коем случае с этими вызовами мы не должны справляться в обычном режиме. Мы должны нарабатывать, отрабатывать алгоритмы с национальной гвардией, со службой, и господин Генеал тоже здесь, который нам даст шанс потом по автоматическим режимам все эти мероприятия уже разбивать. На местах процедники национальной гвардии очень хорошо срабатывались и взаимодействовали с начальниками полиции, потому что это очень важно. Мы одна система. Мы должны работать так, чтобы ни один полицейский или ни один представитель национальной гвардии, или ни один представитель даже пожарных, которые занимаются своим делом, чтобы не говорили о том, что извините, пожалуйста, мы все делали хорошо, но вот там это служба, или полиция, или пожарники, или другие там, или гвардейцы, как бы не выполняли свою задачу. Этого категорически нельзя допускать. Мы все, делаем одну работу. Начальники территориальных управлений как раз забрали сюда, чтобы мы работали единый подход к системности в обеспечении громадского порядка и час проведения массовых законов. Безусловно, новостворена структура полиции набирает таки обороты. Милиция уже знавелирована. Цей трошки провал, который получился, он как раз является плакмусовой буважкой на вы пробование. Сегодня вы, командиры части, начальники территориальных управлений, должны подходить и инициировать перед начальниками полиции области района по порядку застосования национальной гвардии. Мы как силовая компонента при забезпечении громадского порядка. Тактика действий европейских стран, которые используют жандармирование и полиция, она не позволяет сжигать полиции, жандармирование с НАТО. Это максимальное залучение специальных средств. Это тактика действий, которая позволяет отрабатывать на отстанях НАТО. Сегодня мы попытаемся это все показать. Как правило, действия жандармирования в складе роти. Они это называют эскадроном. Частосельность этого эскадрона бородки от 60 до 100, трохи больше человек. Управа в этих жандармерах страны Западной Европы, которые находятся в посередине и действуют в группе. Частосельность заводований от 15 до 22. Узброгеный подраздел, то есть, что я говорил, в заводах Индии. Но в этот подраздел в Индии жандарми физически и духовно сильные и виноватые. Моя скорая помощь. Моя скорая помощь. Моя скорая помощь.